Добрый день, дорогие друзья! В этом году исполнилось 80 лет блокаде Ленинграда, самой тяжелой, самой жестокой истории в судьбе нашей страны. К сожалению, уходят годы, уходят и наши ветераны. Все меньше остается тех, кто пережил блокаду Ленинграда, которые могли бы сами рассказать то, что происходило, что им пришлось пережить. Конечно, для старшего поколения эта история, судьба их и Великая Отечественная война – все это свято. А что же наша молодежь? Сможем ли мы сохранить эту святость и для наших будущих поколений? Олесь Адамович и Данил Гранин в своем прекрасном произведении «Блокадная книга» о многом рассказывают, собрали богатейший материал – воспоминания тех, кто пережил блокаду. Но они, рассуждая на эту тему, все-таки какое-то у них сомнение и как бы спрашивают, а нужно ли все это для современного мира? И здесь же, на страницах этой книги, мы видим вот такой маленький, но очень характерный абзац. «Блокадница» Лидия Сергеевна вспоминает, что когда во время блокады она закрывала занавесочками окна от самолета, чтобы не проникал свет от маленькой коптилки, она долгое время думала выбросить эти занавески, почерневшие от копоти. И каждый раз, даже не веря тому, что она говорила, мыслила так. «Если я их выброшу, начнется война». Вот и ответ. Нужно ли нам все это забывать? И нужна нам память или нет? Она нам просто необходима. А если вот, к примеру, взять, посадить сейчас нашу молодежь, подростка, дать им по маленькому кусочку хлеба, на тарелочке или в салфеточке, и сказать, ребята, напишите, что вы думаете об этом кусочке. Может, вы слышали, может, вы видели фильм, может, вы почитали, вам рассказывали. Вот интересно, что напишут наши дети. А так хотелось бы, чтобы они знали эту историю. И вот хочется еще сказать слова Ольги Бергольц, тоже блокадницы нашей прекрасной поэтессы. Мы эти слова часто употребляем, но как-то уже не придаем им такого значения, как предавали их в то время. Никто не забыл и ничто не забыто. И так хочется, чтобы эти ее слова стали просто ориентиром во всей нашей жизни. Чтобы память наша никогда не исчезала и не возвращалась в то, что было в те страшные годы.